Друзья, всем привет! Сегодня небольшая распаковка, точнее большая, можно сказать. Что скажу об упаковке? Хорошо упакована, правда, вот с такой вмятиной пришла, но, я думаю, не должна повредить содержимое. Так, как всегда возьмем наш любимый скальпель и откроем крышечку. Да, как видим, где-то только 50 процентов занимает посылки и, как видим, это так, больше ничего нет, это Flysky. Там, наверное, распространенная аппаратура, я решил к самодельному пульту еще более профессиональную, что ли, взять, чтобы было с чем сравнить. Так, замотана в пупырку, хорошо, и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, диск есть и также приемник, прошу бы, надеюсь, обратить внимание, i6b. Это я взял специально такой, он позволяет работать в режиме ppm. Я думаю, многие встречали, это такой режим, который можно по трем каналам, в принципе, передавать все сигналы. Но главное здесь в настройки поставить ppm режим и тогда он будет спокойно передавать. Так, тумблера, два, два, крутилка, тут три, тут два. Так, кнопочки. Так, что у нас здесь? Этот комплект я брал без шнура. Так, у нас здесь четыре пальчиковых батарейки, сам корпус неплохо сделан. Немного пластмассы пахнет, но не вонючий, определенной нормы, так скажем. Давайте посмотрим приемник. Так, антенки. Так, сам приемник и перемычка, с помощью которой мы будем биндить. Я думаю, он тут настроен. Для этого нам надо батарейки. У меня как раз немного дома есть. Ладно, не буду поднимать. Здесь есть как раз. Давайте посмотрим. Так, вставили. Закроем крышку. Как видим. Так, выясним. Тут в позиции вверх надо было отжать, а газ вниз. И он перестал выдавать сообщения. Для проверки, я думаю, надо вот это оборудование использовать. Мой боевой регулятор, мотор и батарея. Сейчас это все подключу и продаю. Так, еще один момент. Мы включаем. Надо скинуть все настройки самого пульта. На всякий случай. Лучше с 0 настраивать самому. Для этого надо открыть меню. Меню нажимается на ОК. Жмете и через 10 секунд, не отпуская, и он заходит в меню. Нажимаем системные настройки. И идем в самый низ. Фактор reset. Нажимаем ОК. Тут опять ОК. Переводим на Да. И нажимаем ОК. Все. Он скинул все настройки. Выключаем. Дальше берем наш приемник. Берем вот эти перемычки. Видим на последней пины буковка Б. То есть режим бинду. Его включаем. Теперь нам надо к нему подсоединить питание. Я буду использовать вот эту связку. Давайте я подсоедню. Нижний идет. Это минус. Это средний плюс. И верхний к надписям. Это пины. Я в третий вставлю. Третий обычный. Это газ. Все вставил. Дальше. 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 Д И у нас двигатель здесь подключён, также третий канал, это за левый стик отвечает, то есть если мы сейчас вверх, один момент, прежде чем нам сделать, прежде чем начать работать с двигателем, его надо настроить. Для этого мы выключаем это всего, вытаскиваем перемычку, чтобы всё заработало, нам надо настроить верхнее и нижнее положение. Для этого как действуем? Ставим стик вверх, включаем передатчик. Так, включаем передатчик и включаем приёмник. Услышали? Два, переводим вниз. Он три раза мигает, говорит, что у меня три банки используются, да, три банки у меня используются. То есть верхний режим – это режим настройки. Потом, когда он два раза пропикает, мы переводим стик вниз. То есть это будет, в принципе, граница нижнего положения, нуля газа. И после того, как он три раза пропикал, показал, сколько батареи в батарее, он устанавливает нижнее, запоминает нижнее значение. В принципе, сейчас, если я переведу стик вверх, он заработает, то, что нам и надо. Ну и всё. Как я раньше упоминал, режим PPM Обычно как? Обычно, если, допустим, какие-то закрылки у нас, сервы, мы вставляем их в другие и, соответственно, назначаем на другие стики управления этими сервами. Каждый канал за своё отвечает. Но можно использовать, в принципе, передачи PPM. То есть использовать один канал. Ставим первый и второй и третий информационный канал надо не закоротить, а использовать типа использовать те же провода от Ардуины. Просто соединить второй и третий пин. Второй и третий пин соединяйте. Дальше надо настроить в самом пульте перейти в режим PPM. Это заходим в RX Setup, окей, PPM Output, заходим и надо поменять Off и On. И всё. В принципе, он встает и он работает. Дальше можно работать режим PPM. Но, опять же, я так понимаю, этот режим используется в квадрокоптерах. Я, в принципе, и для квадрика, и для самолёта этот пульт взял. Но, я так понимаю, сам режим используется в квадрокоптерах. Там соединение идёт с АПМкой. И вот, получается, АПМки, она сама понимает этот сигнал. А самолёт, естественно, для самолёта этот режим и не нужен. Ну, также и квадрокоптер может по отдельности это всё прицеплять, и всё будет работать. Ну, в принципе, я, может, и немного запутал кого-то. Ну, вы всегда можете в комментариях написать свой вопрос. Я поясню всё. Дам ответ на этот вопрос. Кому пора, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а у меня, в принципе, всё. До встречи. Пока.